Всем привет, мои хорошие, мои друзья! И сегодня, как я и обещала, будет ролик, вернее, будет история про школу. Вчера мы ходили с вами её смотреть. Я ходила там за вещью, за своей сковородочкой, которую я так давно ищу. И заодно посмотрела школу. Я давно уже очень хотела на неё посмотреть. Вот она что-то такая маленькая стала, как-то она в детстве была побольше. Так, история. Пошла я в школу с 8 лет. Я у мамы спрашиваю, а почему с 8? Говорю, все с 7 идут. Потому что меня пришлось ждать учительницу из этой школы. То есть она выпускала на следующий год детей в младших классах, там 3 или 4 класс, я не знаю, какой там был. И в следующем году, сентября, она брала уже первоклассник. Ну и, естественно, мне пришлось ждать. Её порекомендовали. Это самый лучший там была на тот момент учитель. Не знаю, чем она была хорошая, почему она была такая хорошая. Вот. Ну, не знаю. Мы стали ждать её. То есть мне исполнилось 8 лет, и я пошла в первый класс. Но время я не теряла, я ходила в подготовительный. Там что-то нам изучали мы такое, рисовали, ну такое вот что-то. Ну, не помню, короче. Вот. Начала я ходить, значит. У меня плохое зрение. И в детстве оно было ещё хуже. То есть я ходила в очках до 13 лет, по-моему. О, да, наверное, до 13, 12 или 13 лет, пока дразнить не стали совсем. Я потом сняла. Надо было ходить до 18. У меня было плохое зрение. То есть я на доске видела только на первой, на второй парте. Она это знала, что у меня плохое зрение. Мама ей сказала, мой ребёнок должен сидеть на первой парте. Ну, максимум вторая. Говорит, на постоянную парту её не сажайте. Говорит, у неё зрение плохое. Вот, пожалуйста, есть справка там от врача. Мы ходили к врачу. Врач подтвердил, там несколько раз мы были. Мы даже очки носила. Вот. Тем не менее, в какой-то момент она меня пересадила. То есть я сидела в среднем ряду. То есть тут парты. То есть первый ряд, второй ряд и третий. То есть второй ряд сидела. Потом она меня пересадила туда вбок. То есть уже доска-то была довольно далеко от меня. То есть мне уже, если я сидела так прямо на неё, смотрела, то мне уже вот так приходилось. Потом меня на вторую парту пересадили. Мне уже хуже было видно. Но я как-то старалась там, щурилась что-то там. Но уже похуже немножко. Потом в какой-то момент она меня посадила на последнюю парту. И из последней парты, вот честно, я вообще ничего не видела. Для меня доска оказалась пустой. Просто пустой. И в какой-то момент у меня пошло в тетрадках, значит, дата, классная работа и пусто. Потом я так оставляла в тетрадке пробел в надежде, что я допишу. Может быть, спишу у кого-то. Не знаю, почему я оставляла пробел. Может быть... А, я хотела, наверное, когда все уйдут, с доски списать. Но она сразу всё стирала, чтобы я, не дай бог, ничего там не записала. Потом внизу, там посередине опять, значит, дата. Классная работа. И вот так у меня была вся тетрадка. Мама это видела. Ну, не знаю, для неё это не было никаким подозрением. Я не успевала. То есть, ну, иногда было записано. Я сладо диктовала, там, 2, плюс 2, там, плюс 7. То есть, я это записывала, успевала. А потом она останавливалась, то есть, и всё. Потом она, значит, всех спрашивает и меня спрашивает. Говорит, ну, вставай, отвечай. Вот на доске у меня написан пример. Встань и ответь. Скажи, ну, сколько там получается по математике, например. Я говорю, можно я подойду? Нет, нельзя. Стой там, отвечай. Ты что там, сколько получается? Причём она его не называла. Она, вот сколько получается? Вот смотри, ты же видишь его. Говорит, я не вижу. Говорит, для меня доска пустая. Я не вижу там реально этого примера. Ой, это вообще было. Она часа здесь два. Говорит, ты просто сбалованная, девчонка. И всё. У меня вот так вот пошли двойки, двойки. Но я реально не видела. Для меня она была пустая просто. Вот двойки, двойки. Но я не хотела уходить из этой школы, потому что каждый вечер после этой школы нас водили, типа интеграл, что ли, вот как-то это раньше называлось. Короче, там всякие кружки. Там я научилась шить, рисовать там отчасти. То есть, блин, там реально было интересно. Мы каждый день что-то делали новое. Там были учителя или воспитатели, не знаю кто там. Они с нами занимались. Там было интересно. Мы там, дети, мы общались. То есть, в школе я ни с кем не общалась. А вот там мы играли, бесились, общались. То есть, вообще, ради вот этого вот я вот это вот в школе как раз все терпела. Вот. И потом в какой-то момент они решили все эти кружки закрыть. Всех поувольняли. Причем это все находилось в детском саду. Нам выделили несколько комнат, что ли, наверное. Да, там было несколько комнат. И то есть, всех поувольняли. В какой-то момент мы стали приходить в этот садик и просто сидеть. Просто сидеть на стульчиках. Причем там появилась новая какая-то учительница. И она нам запрещала даже вставать. Там ребенок встал, куда-нибудь там пошел. Она начинала просто орать. Сядь. Я тебе сказала, сядь. Ребенок, ну я хочу в туалет. Ничего ты не хочешь, сядь. Вот. И я поняла то, что нужно маме рассказать. Причем, кстати, учительница меня, когда посадила на последнюю парту, она сказала, если матери расскажешь, ты из школы вылетишь. Вот. Что она мне сказала. Ну я, конечно, не боялась. Я ради кружков ходила. Ну думаю, ладно, вылечу. Зато поближе к дому. Потому что эта школа была от нас довольно далеко. То есть, добираться было сложно. Туда, то есть, от дома до этой школы ни один транспорт у нас не ходил. Вот. Как-то транспорт у нас так в Самаре ходит как-то непонятно как. В некоторых местах. И было сложно добираться. То есть, мама меня с утра отводила. А вечером меня забирала соседка. И мама ей платила деньги. Вот. То, что она меня забирает. Ну, то есть, это затратно довольно было. Она там... Соседка не возьмет же один рубль или два рубля. Она... Не знаю. Насколько я помню, мама довольно дорого ей платила. То есть, каждый день же меня надо забирать. Отводить домой. Вот. То есть, это сложно. Это не один день, не раз в неделю, например. Я рассказала маме. Мама пришла. Устроила ей скандал. Я в этот момент была в школе. Все это слышала. И я помню, эта женщина, учительница сказала. Мол, ваш ребенок вам врет, что у него плохое зрение. Она просто избалована. Вы возьмите ее, выприте ремнем как следует. Тогда у нее зрение появится. Сразу у нее будет хорошее зрение. Мама говорит, да при чем здесь это? У нас справка есть от врача. Ее врач, окулист, смотрел много раз. Он говорит, да ладно, у нее нормальное зрение. Она просто вам врет. Мне так запомнятся эти слова. Я думаю, блин, реально у ребенка плохое зрение. Ну, действительно. Я думаю, правда, я не видела. На доске для меня была она просто пустой. Даже вот сейчас у меня зрение уже немножечко получше стало с годами. Но номер транспорта, вот именно циферки транспорта я иногда не вижу. Вот как-то вот сейчас вот они горят. Вот в основном вот у некоторых транспортов, у некоторых еще вот нет. Они, ну, как-то они так вот сливаются. Вот хотя мне сейчас говорит, один глаз у меня стопроцентно видит, а другой глаз я знаю, что он видит немножечко похуже. Но я и ходила и в очках, и закрывала глаз, который видит хорошо. Что-то там я старалась-старалась делать, но уже как бы все. Уже, наверное, поздно что-то делать. Нужно было все-таки ходить в очках до 18 лет. А я как бы не ходила. Вот такая вот у нас получилась с вами история. Я надеюсь, что было вам интересно. И я плюс вспомнила про этот момент. Потом я просто перешла в другую школу рядом с домом. Мы ходили с подружкой. У меня была подружка очень хорошая. Такая она была заботливая, такая классная она была. Вот. Именно вот заботливая она могла подойти. Допустим, у меня куртку вот тут застегнуть. Мне что-нибудь волосы вот так поправить, шапку поправить. Блин, мне это так нравилось вообще. Классная была. Телефон пищит. Это ваши комментарии там приходят в ютюбе. Вот так он у меня полдня пищит там. Или почти целый день. Вот. И мы вместе с ней ходили. Вместе с ней сидели на одной парте. На первой парте, на первой. Там иногда меня сажали на вторую. Ну, там в другой школе тоже было довольно сложно. Там было на 40 человек. В одном классе. Представляете? 40 человек. Мы сидели зачастую в начале года по 4 человека, в середине года по 2 человека, и в конце года по 4 человека. Иногда по 3 человека. То есть 40 человек это довольно много. Плюс учительница, ну, то есть первый класс, да, учительница. Молодая девушка, она толком не могла нас не успокоить, ничего. Там тихо. Ну, что вы болтаете? У нас было, знаете, у нас было в классе всегда шумно. Всегда стоял ор. Она что-то объясняет, а мы вообще не слышим. Вот все просто болтают. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Она ничего не может сделать с этим. Ну, знаете, с этой школы, наверное, это уже будет другая история. Там, в принципе, там тоже есть история. Вот. Напишите в комментариях, вам интересно или нет. Та следующая школа 37-я. Я уже ее хорошо помню. Вот. Там тоже есть история. Напишите в комментариях, интересно вам или нет. Может быть, мне, не знаю, может, вам не интересно особо. Вот. Потому что я сейчас смотрю, что-то на мои влоги довольно меньше стало просмотров. Как-то поначалу было много. Видимо, людям было интересно на меня посмотреть. А сейчас стало меньше. Напишите в комментариях, хотите ли вы историю про 37-ю школу. Напишите 37-я, 37-я школа, хочу историю, там, что-нибудь такое. Вот. У меня уже садится батарейка. Всем спасибо за просмотр. Я смотрю также ваши ролики. Комментарии забываю оставить иногда. Но ставлю лайки обязательно. Вот. Всем спасибо за просмотр, мои хорошие. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии обязательно. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok